Мы с вами запишем сейчас вторую часть диктанта, которая называется 1873 в Москву. Сначала я прочитаю текст целиком, а затем запишем его по предложению. Несколько дней после отчисления Костя еще ходил в гимназию, каждое утро прилежно собирая учебники и тетрадки, но учителям не велено было его пускать. Директор считал, что глухой ученик требует слишком много внимания. Поэтому он, как потерянный, часами бродил вокруг школьного здания, либо сидел на траве, глядя в распахнутые настежь окна. Оставаться дома Костя не хотел. В любом углу, в любом закуточке он ощущал на себе печальный взгляд мамы. Рядом с гимназией беззвучно волновалась рыночная площадь. И однажды Костя помог соседке принести оттуда старые юбки-кринолины. Она скупала их и перешивала в рубахе и платье на продажу для горожан победнее. Пружины из кринолина в швейная мастерица обычно выбрасывала, однако на этот раз они пригодились. Костя смастерил для ее маленького сына самоходную игрушку и с этого дня больше не сидел на траве напротив гимназии. Он починил пылившуюся в чулане сломанную швейную машинку, в которой недоставало потерянных давным-давно деталей, соорудил устройство для скорой сушки от стиранной ткани и продолжал строить из пружин различные механизмы. Ему нравилось возиться с металлическими деталями. Они совершенно не требовали, чтобы он их услышал, не обзывались и не бронили его. Они просто хотели быть собранными в правильном порядке, а он откуда-то знал, как устроить этот порядок. Отец Кости, прознавший вскоре о его увлечении, воспрянул духом и предложил сыну пойти по технической части. Через полтора месяца после отчисления из гимназии 16-летний Константин поехал в Москву. Первоначально предполагалось, что сдав экзамен за гимназический курс экстерном, юноша будет поступать в училище, но он совсем не хотел повторения старой истории. Никто из педагогов не стал бы учитывать его глухоты, и добрая часть учения снова могла испариться в напрасных попытках расслышать хоть что-нибудь. У него сложился свой план, о котором отцу он решил пока не сообщать. Теперь мы запишем текст по предложению. Сначала мы запишем заголовок. Год можно не писать, поэтому пишем заголовок в Москву. Напоминаем, что в конце заголовка точка не ставится, в кавычки заглавие брать не надо. Итак, записываем первое предложение. Сначала вы слушаете его целиком, затем я читаю предложение по частям, и после этого еще раз прочитываю предложение, чтобы вы могли проверить. Записываем текст. Каждое предложение я буду читать три раза. Первый раз я читаю предложение целиком, вы слушаете. После этого я читаю предложение по частям, записываем его, и после этого я читаю еще раз все предложение, чтобы вы могли проверить. Итак, первое предложение. Несколько дней после отчисления Костя еще ходил в гимназию, каждое утро прилежно собирая учебники и тетрадки, но учителям не велено было его пускать. Директор считал, что глухой ученик требует слишком много внимания. Теперь запишем это предложение по частям. Несколько дней после отчисления Костя еще ходил в гимназию. Костя еще ходил в гимназию. Каждое утро прилежно собирая учебники и тетрадки. Каждое утро прилежно собирая учебники и тетрадки. Каждое утро прилежно собирая учебники и тетрадки. Но учителям не велено было его пускать. Но учителям не велено было его пускать. Директор считал, что глухой ученик требует слишком много внимания. Требует слишком много внимания. Повторяю предложение еще раз. Проверяйте, пожалуйста. Несколько дней после отчисления Костя еще ходил в гимназию. Каждое утро прилежно собирая учебники и тетрадки. Но учителям не велено было его пускать. Директор считал, что глухой ученик требует слишком много внимания. Следующее предложение. Поэтому он, как потерянный, часами бродил вокруг школьного здания, либо сидел на траве, глядя в распахнутые на стеж окна. Записываем. Поэтому он, как потерянный, часами бродил вокруг школьного здания. Часами бродил вокруг школьного здания. Глядя в распахнутые на стеж окна. Глядя в распахнутые на стеж окна. Проверяем. Поэтому он, как потерянный, часами бродил вокруг школьного здания, либо сидел на траве, глядя в распахнутые на стеж окна. Следующее предложение. Оставаться дома Костя не хотел. В любом углу, в любом закуточке он ощущал на себе печальный взгляд мамы. Записываем. Оставаться дома Костя не хотел. В любом углу, в любом закуточке он ощущал на себе печальный взгляд мамы. Проверяем это предложение. Оставаться дома Костя не хотел. В любом углу, в любом закуточке он ощущал на себе печальный взгляд мамы. Следующее предложение пишем с красной строки. Рядом с гимназией беззвучно волновалась рыночная площадь, и однажды Костя помог соседке принести оттуда старые юбки-кринолины. Записываем. Рядом с гимназией беззвучно волновалась рыночная площадь. Рядом с гимназией беззвучно волновалась рыночная площадь. И однажды Костя помог соседке принести оттуда старые юбки-кринолины. Принести оттуда старые юбки-кринолины. Проверяем написанное. Рядом с гимназией беззвучно волновалась рыночная площадь, и однажды Костя помог соседке принести оттуда старые юбки-кринолины. Следующее предложение. Она скупала их и перешивала в рубахе и платье на продажу для горожан победнее. Записываем. Она скупала их и перешивала в рубахе и платье на продажу для горожан победнее. Проверяем. Рядом с гимназией беззвучно волновалась рыночная площадь, и однажды Костя помог соседке принести оттуда старые юбки-кринолины. Следующее предложение. Она скупала их и перешивала в рубахе и платье на продажу для горожан победнее. Следующее предложение. С красной строки. Пружины из кринолинов швейная мастерица обычно выбрасывала, однако на этот раз они пригодились. Записываем. Проверяем. Она скупала их и перешивала в рубахе и платье на продажу для горожан победнее. Следующее предложение. С красной строки. Пружины из кринолинов швейная мастерица обычно выбрасывала, однако на этот раз они пригодились. Записываем. Пружины из кринолинов швейная мастерица обычно выбрасывала. Швейная мастерица обычно выбрасывала. Однако на этот раз они пригодились. Они пригодились. Однако на этот раз они пригодились. Проверяем. Пружины из кринолинов швейная мастерица обычно выбрасывала, однако на этот раз они пригодились. Диктую следующее предложение. Костя смастерил для ее маленького сына самоходную игрушку и с этого дня больше не сидел на траве напротив гимназии. Записываем. Костя смастерил для ее маленького сына самоходную игрушку. И с этого дня больше не сидел на траве напротив гимназии. больше не сидел больше не сидел на траве напротив гимназии. Костя смастерил для ее маленького сына самоходную игрушку и с этого дня больше не сидел на траве напротив гимназии. Следующее предложение. Он починил пылившуюся в чулане сломанную швейную машинку в которой недоставало потерянных давным-давно деталей. Соорудил устройство для скорой сушки от стиранной ткани и продолжал строить из пружин различные механизмы. Диктую по частям. он починил он починил пылившуюся в чулане пылившуюся в чулане сломанную швейную машинку в которой недоставало потерянных давным-давно деталей в которой недоставало потерянных давным-давно деталей. Соорудил устройство для скорой сушки от стиранной ткани. Для скорой сушки от стиранной ткани. И продолжал строить из пружин и продолжал строить из пружин различные механизмы. Повторяю предложение целиком. Он починил пылившуюся в чулане сломанную швейную машинку в которой недоставало потерянных давным-давно деталей. Соорудил устройство для скорой сушки от стиранной ткани и продолжал строить из пружин различные механизмы. Следующее предложение. Ему нравилось возиться с металлическими деталями. Они совершенно не требовали, чтобы он их услышал, не обзывались и не бронили его. Они просто хотели быть собранными в правильном порядке, а он откуда-то знал, как устроить этот порядок. Записываем. Ему нравилось возиться с металлическими деталями. Они совершенно не требовали, чтобы он их услышал. Они совершенно не требовали, чтобы он их услышал. Не обзывались и не бронили его. Не обзывались и не бронили его. Они просто хотели быть собранными в правильном порядке. они просто хотели быть собранными в правильном порядке. А он откуда-то знал, а он откуда-то знал, как устроить этот порядок. в деталях. В читаю предложение полностью. Ему нравилось возиться с металлическими деталями. Они совершенно не требовали, чтобы он их услышал, не обзывались и не бронили его. Они просто хотели быть собранными в правильном порядке, а он откуда-то знал, как устроить этот порядок. Следующее предложение. Отец Кости, прознавший вскоре о его увлечении, воспрянул духом и предложил сыну пойти по технической части. Записываем. Отец Кости, прознавший вскоре о его увлечении, прознавший вскоре о его увлечении, воспрянул духом и предложил сыну пойти по технической части. Пойти по технической части. Проверяем. Отец Кости, прознавший вскоре о его увлечении, воспрянул духом и предложил сыну пойти по технической части. Следующее предложение. Обратите внимание, в нем встретятся слова полтора и шестнадцатилетний. Нужно написать их буквами. Через полтора месяца после отчисления из гимназии шестнадцатилетний Константин поехал в Москву. Записываем. Через полтора месяца после отчисления из гимназии после отчисления 16-ти летний Константин поехал в Москву. Проверяем. Через полтора месяца после отчисления из гимназии шестнадцатилетний Константин поехал в Москву. Следующее предложение с красной строки. Первоначально предполагалось, что сдав экзамены за гимназический курс экстерном, юноша будет поступать в училище, но он совсем не хотел повторения старой истории. Никто из педагогов не стал бы учитывать его глухоты, и добрая часть учения снова могла испариться в напрасных попытках расслышать хоть что-нибудь. Записываем по частям. Красная строка. первоначально предполагалось, что сдав экзамены за гимназический курс экстерном, юноша будет поступать в училище юноша будет поступать в училище но он совсем не хотел повторение старой истории повторение старой истории никто из педагогов не стал бы учитывать его глухоты не стал бы учитывать его глухоты и добрая часть учения и добрая часть учения снова могла испариться в напрасных попытках расслышать хоть что-нибудь в напрасных попытках расслышать хоть что-нибудь проверяем первоначально предполагалось что сдав экзамены за гимназический курс экстерном юноша будет поступать в училище но он совсем не хотел повторения старой истории никто из педагогов не стал бы учитывать его глухоты и добрая часть учения снова могла испариться в напрасных попытках расслышать хоть что-нибудь и последнее предложение нашего диктанта у него сложился свой план о котором отцу он решил пока не сообщать записываем у него сложился свой план о котором отцу он решил о котором отцу он решил пока не сообщать проверяем у него сложился свой план о котором отцу он решил пока не сообщать теперь я читаю еще раз весь текст целиком от начала до конца чтобы вы могли его проверить в москву несколько дней после отчисления кости еще ходил в гимназию каждое утро прилежно собирая учебники и тетрадки но учителям не велено было его пускать директор считал что глухой ученик требует слишком много внимания поэтому он как потерянный часами бродил вокруг школьного здания либо сидел на траве глядя в распахнутые настежь окна оставаться дома кости не хотел в любом углу в любом закуточки он ощущал на себе печальный взгляд мамы рядом с гимназией беззвучно волновалась рыночная площадь и однажды кости помог соседке принести оттуда старые юбки кринолины она скупала их и перешивала в рубахе и платье на продажу для горожан победнее пружины из кринолинов швейная мастерица обычно выбрасывала однако на этот раз они пригодились костя смастерил для ее маленького сына самоходную игрушку и с этого дня больше не сидел на траве напротив гимназии он починил пылившуюся в чулане сломанную швейную машинку в которой не доставало потерянных давным-давно деталей соорудил устройство для скорой сушки от стиранной ткани и продолжал строить из пружин различные механизмы ему нравилось возиться с металлическими деталями они совершенно не требовали чтобы он их услышал не обзывались и не бронили его они просто хотели быть собранными в правильном порядке а он откуда-то знал как устроить этот порядок отец кости прознавший вскоре его увлечение воспрянул духом и предложил сыну пойти по технической части через полтора месяца после отчисления из гимназии 16-летний константин поехал в москву первоначально предполагалось что сдав экзамены за гимназический курс экстерном юноша будет поступать в училище но он совсем не хотел повторения старой истории никто из педагогов не стал бы учитывать его глухоты и добрая часть учения снова могла испариться в напрасных попытках расслышать хоть что-нибудь у него сложился свой план о котором отцы он решил пока не сообщать это была вторая часть диктанта спасибо